вот ищем большую подкожную вену вот большая подкожная вена она в поперечном сечении можно вывести в продольном сечении повернул датчик и поднимаемся по большой подкожной вене и попадаем бедренная вена и бедренная артерия при нажатии бедренная вена сжимается бедренная артерия не сжимается теперь выполняется проба вальсальвы для того чтобы уточнить если рефлюкс сейчас сделаю вдох и сильно-сильно напрячься вот рефлюкс незначительный чуть-чуть обратный запрос вот сейчас при выдохе кровь пошла обычным путем тромба в данной области нет теперь смотрим с другой стороны ну то же самое бедренная артерия бедренная вена соустия софенофеморальная входящие большой подкожные вены при сжатии вены сжимаются артерии нет также вдох и сильно-сильно напрячься вот здесь мы видим обширный рефлюкс дышите теперь осматриваем большую подкожную вену и замеряем ее примерно в сантиметре от софенофеморальная соусти ее диаметр диаметр ее 9 миллиметров при норме до 5 сейчас другой здесь она 7 и здесь она 6 миллиметров тоже выше нормы по рефлюкс здесь меньше теперь дальше спускаемся по бедру спускаемся по бедру и смотрим большую подкожную вену уже на бедре вот она здесь она тоже расширена скорее всего 5,6 миллиметров даже больше немножко я ее сжал 6,7 вот от нее отходит приток и также смотрим большую подкожную вену с другой стороны вот она пошла вниз вот она при нажатии датчиком она спадается значит тромбов в ней нет и вот она выходит из-под фасция на поверхность здесь дает варикозные узлы ногу согнеться в колени теперь будем смотреть глубокие вены в начале на голени так ну вот мы видим парную вену и между ними артерия если в венах нет тромбов то при нажатии они будут спадаться как мы видим артерия не спадается вот и поднимаемся вверх чтобы найти перфоранты возможные ну явных перфорантов нет вот здесь в клетчатке мы видим варикозно измененные вены вот теперь вторую также осматриваем вторую ногу вот видим глубокие вены артерию венах тромбов нет вот здесь имеется перфорант вот от глубокой вены вот он отходит и идет к поверхностным также видим здесь варикозно измененные вены вены вот вот По задней поверхности Ищем малую подкожную вену И подколенную Малая подкожная вена Она залегает здесь В листке фасция Вот ее просвет виден Просвет должен быть Не менее чем Точнее не более чем 3 мм Здесь 2,8 мм Норма И вот Ниже мы видим подколенную вену И артерию Вот вена Вот артерия При отсутствии тромба Подколенная вена должна спадаться Вот она при нажатии датчиком Она спадается В продольном сечении Вена и артерия Можем посмотреть наличие рефлюкса Вот венозный Кровоток При нажатии сверху Он прекращается Наши клапаны состоятельные Отпускаем Кровоток изогновляется И так же смотрим На другой стороне Вот малая подкожная вена Смотрим ее диаметр Здесь диаметр 3,8 мм Чуть-чуть расширено Но только локально Сейчас посмотрим в другом месте 3,1 мм Верхняя граница нормы Можно сказать И находим подколенную вену При нажатии датчиком Вена спадается В основном И все исследование Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok